Доброе здоровье, уважаемые посетители канала! Ну вот, мы с вами сейчас практически разберем случай. Пришло мне письмо. Много раз писал вам на почту, но мне кажется, письма не доходили. Попробую еще раз. Просто неправильно писали. Я вам дал свою почту. malahopro.sobaka.mail.ru Так что, пишите. Ну, будем разбирать. Хотя, знаете... Ну, ладно, прочитаем сначала. Вы хотели помочь мне с оздоровлением, общались в стримах. Попросили написать вам, подробно рассказать и прислать фотографии. Молодец! Написал, рассказал и фотографии прислал. Ну, давайте. Значит, меня зовут Энн. 41 год, не жена, детей нет. Около 10 лет не пью, около 15 не курю. То есть, как бы сказать, вредные привычки. Вот этого, можно так сказать, класса курения и алкоголизма, ну, не присутствует и не влияет. Стараюсь вести здоровый образ жизни. Поменьше есть мясо и химическую еду. Правильно. Но не скажу, что с питанием все хорошо. Так как у нас сейчас питание все, если особенно с магазина, то оно там насыщено разного рода веществами, консервантами, там, улучшателями вкуса, внешнего вида и прочее, прочее, прочее. То есть, там всего-то вполне достаточно. Еда, как у всех, просто очевидная, вредная, стараюсь не есть. И правильно. Вот здесь очень правильно. Очевидно, вредная, не надо есть. Очень разумный подход. О чем я вам и говорю. Люблю крепкий китайский чай. А вот здесь, знаете, надо бы это. Пью каждый день, иногда и не один раз. Значит, смотрите, крепкий китайский чай, чтобы вы понимали, чай, он обладает вяжущими свойствами. Мы возьмем только энергетику. Вкус его, значит, крепкого чая, вяжущий. То есть, вот эти вот все вяжущие действия будут оказываться на сердце, на сосуды, на мышцы. То есть, они будут вот так вот, грубо говоря, сжимать организм. Вяжущий вкус действует таким вот образом. Вроде бы как там содержатся какие-нибудь там и вещества, которые тонизируют, но, но, на самом деле, на самом деле. Вот знаете, я сейчас вам скажу со своего опыта. Вот мы думаем, что-то съели, и у нас там появятся тонусы, пятое, десятое и так далее. На самом деле, энергетика и тонус организма зависит вот несколько от иного. Он зависит, допустим, от вашей подвижности. Какой у вас распорядок дня, какая у вас физическая подвижность, какой у вас эмоциональный настрой. Плюс, если вы еще выполняете какие-то, ну, упражнения такие, знаете, вот, связанные с напряжением для того, чтобы вы как конденсатор сначала отдали энергию, потом зарядились. Вот здесь-то у вас будет гораздо больше энергии, и вам не понадобятся разного рода стимуляторы, которые, как бы сказать, вы думаете, что они вас стимулируют. Нет, они вас не стимулируют, они наоборот, знаете, как вот, интересно, это вот сравнение Тигран привел. Это как ослика, знаете, который тянет по клажу, его, чтобы он лучше шел, кнутом стягнули, а он уже бедный и так уже на последнем издыхании. Можно просто-напросто загнать свой организм вот этими всеми вещами, не понимая, как это работает. Потому что все эти вот стимуляторы, допустим, алкоголь, курение, и, допустим, вот крепкие там напитки типа кофе, чая, они все-таки работают не сами по себе, а они работают на основании нашей жизненной силы. Они ее просто-напросто, ну, в повышенном, как бы сказать, количестве достают из недр нашего организма, при этом ничего не привнося. И в итоге человек может просто-напросто исчерпаться. Это очень важно понимать. Надо учиться пополнять эту жизненную силу. Итак, из очистительных процедур, иногда чищу толстый кишечник, но крайне нерегулярно, хотя всегда чувствую после этого прилив сил. Печень никогда не чистил. Ну, сначала давайте прочитаем все. Последние несколько лет чувствую утомляемость. Последние полгода особенно. То есть, ну, разного рода изменения, когда идут в организме, тем более 41 год. Сначала много энергии, которая в организме 20 лет, и пререшь, как ни в чем не бывало. А далее, далее начинается то, что жизненной энергии у вас мало. Вы исчерпываете ее запасы, поэтому появляется и утомляемость, и прочее, прочее, связанное с этим явлением. Явление. Начали болеть локтевые суставы. Направо образовалась шишка, врач поставил артрит. Ну, раз врач поставил артрит, то опять-таки начали болеть локтевые суставы. И образовалась шишка. Вот если, как бы сказать, артрит начинается, ну, по всему организму, то где-то должны, в основном, все суставы страдать. А когда только вот локтевые суставы, тут надо несколько призадумываться. Потому что я видел, вот эти вот шишки, они связаны не с артритом, а они связаны с тем, что там уже грибок развился, и жрет этот сустав, и он изменился до неузнаваемости. На работе иногда таскаем тяжелые коробки, но это бывает нечасто. Думаю, нагрузки тут ни при чем. Согласен, мне кажется, это загрязнение. И не просто, я думаю, загрязнение, а как раз и наличие, скорее всего, грибка. Скажем так. Ну, пойдем дальше. Работа, сидячая за компьютером, на левой ступне, на суставе быстрился старый грибок, похожий на лишай. Вот вам и причина, знаете, вот когда обострылся старый грибок. То есть грибочек внедряется в организм человека, это особенно хорошо, вот на Эдуарде мы все показали, в этой самой спонсорской подписке, можете все это дело посмотреть. Так вот, грибочек, он попадает, и потихонечку начинается колонизация нашего организма. Потихонечку, не спеша, не думайте, что он только вошел, грубо говоря, в мизинчик ноги, в большой пальчик ноги, или еще куда-то там, и так далее. Он уже вошел и начинает свои вот эти вот нити пускать по всему организму. И там, где ему нравится, и хорошо живется, допустим, много там питательных веществ для него, удобное местоположение. Это, как правило, суставы. Вот они, локтевые суставы. А грибка начинается. Вот такие вот явления. Образовалась шишка, появляются боли, ну а врач просто посмотрел сюда и все, и думает, что это артрит. А надо тут заглянуть в разные места. Итак, грибок, все, грибок, если он там появился, грубо говоря, 10 лет назад, он уже колонизировал весь организм, там надо работать, работать и работать. Иначе он просто ваш сожрет, и не просто сожрет, а вот давайте почитаем дальше. На шее есть папилломы. Папилломы, откуда они берутся? Как следствие, это для того, чтобы образовались папилломы на шее, да, на шее, тут как раз влажность у нас. Так вот, для того, чтобы образовались папилломы, нужна среда. То есть, это говорит о том, что в организме создались условия для развития этих папилломов. Где-то ненормальные, будем говорить, жидкости, где-то ненормальные там условия, то есть, ну, будем говорить, и на лицо, и зашлаковка организма, и прочее, прочее, прочее. На ресницах часто бывает белый налет. Так, на ресницах часто бывает белый налет. Если, смотрите, белый налет, что это такое? Насколько я понимаю, белый налет, это, как правило, когда с утра вы просыпаетесь, вот, то у вас, вот, образуется гной. Гной образуется из-за того, и он, естественно, имеет белый цвет. И он, как правило, говорит о том, что вот в этой вот области, области слизистой глаз и дальше, там огромное количество разного рода инфекций, которые вот накатывают, и ее там, допустим, она вот так вот появляется, уничтожается, но она там уже и есть, и так далее. Язык более-менее в порядке. Но я еще на язык не смотрел, хотя вот если сейчас посмотреть на язык, он такой белесоватый, и вот что мне особенно не нравится, мне не нравятся вот эти вот впадины. То есть, они как продавлены. Это говорит о какой-то, ну, о каком-то скрытом страдании. Пока еще скрытом, неявным, но оно уже есть, да? И вот этот сам язык, это говорит о том, что тут молочница уже, так сказать, это нормально организм поразила. Язык белый. Есть, конечно, еще более белее, и плюс вот эти вот вдавливания. Я сейчас просто знаю, что это говорит о какой-то патологии, то есть о каком-то страдании, какой-то скрытой болезни, каком-то болезнетворном процессе. Просто я сейчас не буду удаваться что-то там искать и так далее. Так что язык более-менее в порядке нет. Он как раз очень хорошо указывает, что в организме есть непорядок, и довольно-таки большой. На коже есть красные пятна. Вот такие. Это уже какие-то образования. И опять-таки, ничего хорошего вот в этих образованиях нету. Тем более, если они образуются. Это говорит опять-таки о том, что среда в организме сдвинута, сдвинута в благоприятную сторону для развития разного рода вот этих паразитов. Они начинают просто-напросто, ага, знаете, как бы сказать, вот как на земле. Там соответствующая почва, соответствующие условия, и начинается рост соответствующих растений. Вот примерно то же происходит и в нашем организме. Так, на коже, значит, красные пятна есть. На лице иногда выступают прыщи с белым наполнением и кровоточат. Значит, когда я смотрю вот на кожу, на кожу смотрю, то я вижу, что кожа, опять-таки, мы вчера говорили, или поздно вчера говорили с Тиграном, кожа лица, ну, вообще кожа зеркала здоровья. И если она вот поражена разного рода там притчички возникают и так далее, и так далее, это говорит о том, что в организме очень много разного рода ненужных вредных веществ, на которых того же размножилась и гниеродная, и там, микрофлора, и органы выделения не успевают выводить вот эти все болезнетворные вещества, и в процесс очищения организма от всего этого включается кожа. Естественно, кожа не приспособлена к выведению подобного, и она начинает страдать. Читаем дальше. Не сильно оно бывает. Хожу в храм, молюсь, чувствую помощь Бога. Это хорошо. Это больше вот в таком эмоциональном вопросе, эмоциональная такая помощь, чувствуется поддержка. Да, это правильно. Надо, как бы сказать, найти опору внутри себя, а для этого можно использовать вот такие средства, допустим, как храм, для того, чтобы, как бы сказать, в чем-то утвердиться. Процентов на 90-го уверены, что болезнь от загрязнения организма и паразитов. Согласен. Я полностью с вами согласен. Просто чувствую это. Хочу начать очистительную процедуру, но не знаю, как правильно это делать, и что именно применять. Слышал, что помогает керосин, солод, мензира. Вот слышали. Понимаете, слышали. Вот у вас сейчас начинается такой этап жизни, что вы просто-напросто начинаете заживо гнить. Из-за наличия, опять-таки, загрязнения, чем мы там питались в течение вот этого, так сказать, сороканного года. Возможно, сначала, вот сейчас вы там придерживаетесь, я до этого, что особо не придерживаюсь, паразитов, которые уже развились в большом количестве. Тут, видите, тут налицо. Грибки, молочница, тут налицо. Гноеродная микрофлора, которая говорит о том, что вот эти вот прыщики там, все там такие. И то, что они уже начинают серьезно влиять на ваш организм, это поражает суставы, отбирают жизненную энергию, потому что вы чувствуете утомляемость. Утомляемость возникает из-за того, что вашу жизненную энергию просто-напросто потребляет разного рода паразиты, и организм направляет массу усилий на то, чтобы как-то в этом теле жить. Это очень важно, чтобы мы с вами жили, как бы сказать, в помещении, в котором приятно жить, в котором чисто, уютно, никаких посторонних, грубо говоря, собак, кошек не проживает, там, летучих мышей и тараканов, и так далее. И в таком доме приятно жить. Вот лично мне сейчас становится приятно, и уже давно, приятно жить в своем теле. Это очень интересный феномен. И я его сравниваю с домом, над которым я работал. Допустим, грубо говоря, там, сначала я там очистил его, потом, допустим, переклеил обои, потом помыл там окна, чтобы больше света там было, потом, грубо говоря, проветриваю его, чтобы затхлого там запаха не было. А потом потихонечку начинаю еще кирпичики делать более, знаете, качественными. То есть украшать там дом таковой добротной отделкой. Вот это вот я так вам сравниваю. Вот интересно. Так, а тут вот получилось то, что мы просто, грубо говоря, в доме жили и превратили его вот в такое помещение, в котором нам уже и не хочется жить. Хочу начинать очистительную процедуру, не знаю, как правильно делать. Так, 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 так. Заказал тадикамп, протираем суставы и ногу, пораженную грибком. Кажется, есть облегчение. Значит, это все внешняя работа, она действительно будет давать какое-то облегчение и так далее, но нет внутренней работы. Так, начал пить соду, тумин из зиру. Что посоветуете? Как правильно продолжать? Очень вдохновилое видео. поздравление Эдуарда. Смотрите. Итак, вот здесь, вот здесь, что, что можно так сказать. Я ж не зря написал книги как руководство для того, с чего начать. Вот вы правильно прочувствовали, что, смотрите, очищение организма через толстый кишечник с помощью очистительных клизм. Оно же описано, описано. То есть, шаг первый. Очищаем толстый кишечник. Сейчас как раз благоприятное время, вообще весна для очищения. Очистили цикл, чтобы вы сделали хотя бы две недели, а лучше три недели. И сначала делали, допустим, первую неделю вы бы поделали обыкновенные очистительные клизмы, допустим, с лимонным соком. А вторую недельку вы поделали. Там все указано на два литра воды, допустим, столовая ложка лимонного сока или там клюквенного сока. Что там у вас есть? Да, поделали. Там через день. Следующую неделю также через день вы бы поделали клизмы с содовым раствором, а именно, смотрите, соду надо, естественно, погасить. Ну, берете чайную ложку соды пищевой, стакан кипятка только раз туда она такая зашипела у вас. Все, шипение кончилось. И вы опять-таки берете два литра теплой, кипяченой воды. Очень важно, чтобы вода была кипяченой и чтобы она была тепленькая. Так, знаете, температура тела выше не надо. И ниже особо не надо. Потому что толстый кишечник особо не любит ни холодное, ни слишком горячее. Вот. И вы через день поделали эти клизмочки. Раз. А потом бы вы, а потом бы вы, на следующую, третью неделю, вы бы также через день, вот, за все это время собрали бы урину свою собственную. собственную. Ну, с упариванием, наверное, трудно у вас там будет. Хотя, с упаренной, упаренной уриной действовало бы отлично. Ну, по крайней мере, вы собрали бы ее. Грубо говоря, раз вы живете там один, так как урина старится, появляется вот этот аммиачный запах, можно ее было бы перекипятить. Это, конечно, такая вот работа, знаете, вроде неприятная и так далее. Но если человек сделает с упаренной уриной, вот смотрите, вы, грубо говоря, собираете за это время там, в бутылочке свою собственную урину, и потом вы ее упариваете, хотя бы до одной, второй. То есть, берете двухлитрошечку, вымалированную посуду, где-нибудь там, в стороне, выпарили, чтобы осталось у вас литр. Остудили. И вот с этим литром сделали бы клизмы, через день еще, через день еще, то есть, еще недельку. И вы почувствовали гораздо более лучший эффект. Потому что там идет концентрация солей, тех солей, которые организм использует. Это очень важно. Сама вода становится другой. То есть, это надо посмотреть, знать. Сделали. Так. Отдохнули. Отдохнули. И очень много рассказывается о том, как чистить печень. И только раз, одна чисточка за другой. Вы очищаете печень. Очистили печень. Как только человек очищает печень, многие процессы нормализуются. И особенно это отражается на нашей коже. Лучше иммунитет и так далее. Вот. Очистили. И потом, чтобы вот этого, как бы сказать, не происходило обратного загрязнения организма, подпитки, старайтесь уже питаться более-менее. Значит, меньше сахара, меньше дрожжевого хлеба, меньше разного рода там мешанины в одной еде. и начинайте вот как раз вы там перед каждой едой, перед каждой едой, вернее, не перед каждой едой, а раз в день с утра принимать зиру, ну, тот же тмин, зиру. Берете значит, пол чайной ложечки с утра, раз проглотили, там, запили. И уже вот это пойдет, 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 пойдет. Обязательно, чтобы вы делали движение, чтобы, ну, в смысле, движение, физическую нагрузочку давали своему организму. Вот здесь просто-напросто свою жизнь, чтобы вы выстроили, выстроили и, как бы сказать, вот, дисциплинировали себя, что надо вот это сделать, надо это сделать, надо то, чтобы у вас появился какой-то распорядок. Вольвера встали, сделали там водную процедуру, потом прошлись, то есть, вот эти вот очистительные процедуры толстого кишечника и печени сразу, знаете, как ракета дадут вам такой этот толчок, огромнейший толчок. Дальше надо его закреплять с помощью питания, о питании я много рассказывал, о правильном питании, что, что и как, да? в первую очередь, вы правильно сделали исключить все там вредное, питаться там умеренно и вот изнутри мы с вами не говорили, как там у вас с животом, стул нормальный, ненормальный, это имеет огромное диагностическое значение, значит, чтобы его привести в норму, помимо того, что вы будете там питаться, обязательно вот эти вот семена там зиры или тмины, ну, что там у вас имеется. Можно, можно вечерком еще, вечерком, знаете, вот лучше бы попробовать не пить керосин, ну, то дикам, а действительно, грубо говоря, смазывать им пятки, смазывать им вот эти вот похожие на лишай образования и вот это вот зарядить и зарядить, зарядить. И я думаю, будет очень хороший прогресс. И в дальнейшем будете все это дело делать, все придет в норму и вы почувствуете, что можно жить совершенно иной, более интересной и здоровой жизнью. Лично я на себе вот это как-то прочувствовал, убедился. Успехов. Что там, что там, как там, пишите. пишите там. И вот смотрите, насчет еще молочницы, я хочу дополнение сделать. Одно дело, смотрите, язык у нас покрыт белым налетом, как бы сказать, вот молочница, можно сказать, то ли есть она, то ли нет. У женщин творожественное выделение, значит, когда появляется, молочница 100%. А у мужчины, если на крайней плоти имеется, то есть, когда мы оголяем, значит, головку полового члена, и вот там, как раз на крайней плоти, видим вот это такой специфический сырок, вот это говорит о том, что, пожалуйста, да, вот эта мужская молочница имеется, как положено, и так далее, жрет человека. Ну, на этом пока закончим. Пока закончим, будет желание, делайте отчеты, пишите, что вы проделали, с чем столкнулись, и поработаем. Редактор субтитров А.Семкин